Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Однако, колдуны говорят об этом, как о покупке картошки. Но где доказательства? Доброго дня всем присутствующим. Кстати, к слову сказать, я уже ровно год, как активировался на своем заброшенном YouTube-канале. Вот это было начало. Год назад. Решил сделать отдельный ролик по покушению на меня со стороны мафиозной матрицы. С целым рядом доказательств. Да, речь пойдет именно о покушении на меня спецов из ГБшников. И если в прошлый раз я специально разместил информацию об этой ситуации в конце видео, так как это было только мое предположение, то сейчас у меня есть, как я считаю, весьма серьезные подтверждения, что произошло именно то, что я предположил. Кстати, я еще до сих пор восстанавливаюсь после удара. Как оказалось, эти гниды сожгли мне легкие и бронхи. А подобные восстанавливаются очень медленно. Тем более, это мое слабое место, так как я уже говорил, что моя жизнь уже висела на волоске почти 30 лет назад. И началось все именно из-за двухстороннего воспаления легких, которые я пытался лечить на ногах. И как следствие мне дал осложнение. Из-за чего я слег на полгода, и меня по месяцу в двух больницах пытались безуспешно вылечить. Но впоследствии я вылечил себя сам. Итак, по порядку. Мой выпуск предпоследнего ролика был 5 апреля. А готовил я его, как обычно, за день до этого. И когда 5 числа выпустил ролик, то решил пробежаться по последним новостям, которые я смотрю только на ютубе. Так как телевизионные пропагандистские новостные каналы я категорически не смотрю и вам не советую. Особенно все эти политические реалити-шоу, на которых из вас делает тупых зомби и обычное послушное, но агрессивное стадо. Почти сразу открыл новости одного из постоянных моих политических блогеров, который не подает новости как под копирку со всеми остальными. А у нее есть много того, чего нет у других. Это Таня Карацуба, Саид Бурхан. Женщина очень интересная, с своим послужным списком и вообще ее деятельностью родословной. Была сотрудником ООН в Нью-Йорке и Женеве, кандидат психологических наук, академик Академии безопасности и правопорядка, спецпацанат с безопасности и так далее, и так далее. Но главное, она та же, как и я, парапсихолог, которая весьма подробно в курсе, что происходит в военном ведомстве по этой теме. Послушайте ее выпуск про боевых магов Минобороны. И там не просто некая теория или предположение, она сама непосредственно в этом участвовала и называет конкретные фамилии и высшие должности. Мало того, она еще правночка пророка Мухаммеда, уничтоженного большевиками в 30-х годах, и наследница Чингисхана. Все это можно узнать, как у нее, так и по другим источникам. Очень советую послушать ее необычную позицию. А еще... В свое время у меня был друг Валерий Авдеев, маг наших военных, который обслуживал нашу военную организацию, в частности, Министерство обороны. Он вел курсы по магии. И, надо сказать, печально закончил. А еще обязательно послушайте две части по влиянию магии на политику. Все ссылки будут в описании. Вот такая ситуация вышла. Сами поняли. Чаще стали задаваться вопросами, кто влияет на политические решения и кто толкает политиков к агрессии на любой ум. Даже самого умного политика есть влияние. Его окружение тоже. Психотронное оружие всегда на готове у врагов, способных применить это оружие, даже в кабинете президента. Такое психотронное устройство было обнаружено в кабинете у президента РФ Бориса Ельцина службы собственной безопасности. Но если в кабинете у Ельцина было, то в кабинете у Путина нет или в кабинете у его советников у всех есть. Это самое оружие на всех влияет. При Министерстве обороны и ОГПУ КГБ тогда, в 20-х еще годах, 20-го века, конечно, существовал чертовской отдел. Об этом пишет Григорий Климов в своих книгах, в частности, имя им Легион. Итак, он писал про чертовской отдел номер 13. Так он числился в ОГПУ. Когда-то в этот отдел моего деда приглашали работать. Может быть, он там и работал какое-то время, но ушел. Не захотел он с ними работать. И вообще... Сами понимаете, я только обнародовал свой ролик про покушение, и тут такая информация прямо под руку. И уже после этого по всем пропагандистским каналам и Ютубу пронеслась вирусная информация по этой магической военной ГОП-бригаде. Хватило истерики на пару дней. Но даже это не главное. На следующий день, когда мой выпуск посмотрели от силы 500 посетителей, а если реально считать по статистике, то до конца досмотрели ну не более сотни, мне в личку на одном из альтернативных каналов обратился человек, который досмотрел до конца и написал, что с ним произошло точно то же самое, как и у меня. Вот скрины. Конечно, я всю переписку палить не буду, причем покушались на него за последние пару месяцев аж два раза. Все абсолютно то же самое. Беспричинное, неестественное, резкое повышение температуры и позже бомбардировка мозга во сне в виде чистого спама. Он мне рассказал про свою жизнь, ситуации, в которых это произошло, и удивлялся, почему на него было покушение. Так как, с его точки зрения, он никому не должен был быть интересен. Вот я, понятно, нарвался со своим биоактивным посохом, и до спецсуры дошло, чем это шревато. Да еще фейкодрочерам мешаю народ зомбировать по их программе. Но я проанализировал его рассказ и объяснил, по какой причине его могли использовать как объект для экспериментов. А как оказалось, причин хватало. Так вот, представьте себе, заглянули за сутки на ролик около 500, посмотрели всего около 100, из них как минимум один оказался с аналогичной проблемой. Как вам такая теория вероятности? Из этого уже следует, что подобное воздействие на людей, возможно, имеет массовый характер. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто получил данную информацию. Подумайте над тем, что могло происходить в вашей жизни подобного. Но вы не придавали этому особое значение. Так как, ну, случилось и случилось, всегда же подобное списывается, как просто заболел или заболела. Конечно, я уже начинаю жалеть, что у меня такая малая посещаемость, и эта информация не сильно разойдется. Но те, кто меня сейчас слушает, я настоятельно прошу попытаться своих близких и знакомых разговаривать по этой теме и попытаться узнать о подобных случаях. Ведь вполне вероятно, что подобные эксперименты проводились над огромным количеством людей. Поэтому было бы очень хорошо, если бы те, кто имел аналогичные проблемы, написали о подобном комментариях. Я почему-то думаю, что таких должно быть много, хотя лучше бы я ошибался. Еще одно подтверждение, что эта серьезная организация меня зацепила. Есть же в различных расследованиях поиск как по уликам, так и по неким маркерам, по которым создается картинное преступление. Вот покажу вам пример посещаемости за последний месяц. Тут видно резкое уменьшение посещаемости подписок после выпуска о покушении. Как видите, вот, например, с 19 марта было разоблачение и пошел подъем, естественно. 22 марта был тест комплекта, который мне прислали. Опять подъем. 24 марта мой ответ Тирхи за его ложные обвинения. Видите, что творится. 26 марта но это была ночь, я его залил, поэтому пока днем дошло, стало 27. это тоже был пример лечения. Сразу подъем. 5 апреля ну, тогда я слег, как вы знаете, когда на меня покусились. Вот пятый, второй тест, на котором я объявил, что на меня было покушение и вместо подъема пошел резкий спуск. То есть, видите, здесь у меня все как обычно, все нормально, но после того, как я объявил, что на меня было покушение, тут же стали канал давить в ноль. Причем, пошли отказы резкие. Вот здесь отказались от подписки. То есть, мало было показов, мало было приходов, но отписки были относительно серьезные. Ну, вот это был сбой на ютубе, это все знают, там было такое, вот этих пару сбоев, там у них они что-то меняли у себя, там блогеры ругались, думали, что там происки кого-то там, а может и происки. Факт то, что вот эти проблемы были, это не в счет. Хотя, если посмотреть вот здесь, вот, общие подписки, видите, что у меня тут, то есть, если бы еще не те минусы, то тут еще было бы больше. И вот такая картина. Теперь смотрим, просмотрим. Вот, за последний месяц почти 50 тысяч и смотрим, что делается. 19-го опять, вот, 19-го сразу подъем, как только выпуск прошел, 22-го, опять подъем, выпуск, 24-го подъем, выпуск, 26-го опять, ну, после некоторого падения, это я уже говорил, что на ютубе был сбой, это тоже отразилось здесь. Вот опять 26-го примеры лечения, тут какая-то как бы непонятка пошла, но дело в том, что я тогда был в очень плохом состоянии, поэтому, естественно, я только вышел 5-го апреля и по идее вот 5-го апреля, когда я объявил, что на меня было совершено покушение, смотрите, что происходит. Полный обрезка обрезка, то есть, это все совпадает как просмотры, так и подписчики, сразу все послетали после вот этого. Как говорится, маркер имеется, по которому можно судить о чем-то. еще заодно я хотел бы показать якобы свои доходы. Я не раз говорил, что мне YouTube не приносит никаких доходов, хоть у меня и монетизация есть. Включил я ее вот восьмом месяце, но вы сами видите, тут такая мелочевка, что даже говорить нечего. так что можем считать например, с девятого месяца и по сей день это восемь месяцев. За восемь месяцев мне насчитал YouTube вот чуть больше восьмидесяти баксов. Причем еще наверное пару месяцев там будет что-то подсчет. Ну и кто не знает, для того чтобы получить от YouTube хоть что-то, надо чтобы на счете было как минимум сто баксов. ну может месяц два три четыре там они еще вроде тянут долго с расчетами. Поэтому до сегодняшнего дня я ни копейки не получил. А эти сто баксов которые будут через пару месяцев вы посчитаете от восемьдесят на восемь месяцев по десять баксов в среднем. Это не просто смех, это дикий смех. Если я на вас тут заработал что-то, хотя еще ничего не заработал. Я не всегда конечно, но иногда у меня бывает в день я столько получаю зарабатываю. Не часто конечно, обычно меньше, но у меня час как минимум десять-пятнадцать баксов стоит по моей работе. Вот и считаете. Я за один час зарабатываю как здесь на ютубе за месяц. Это не смешно. Говорит о том, что мне тут какой-то есть интерес. Никакого интереса. Не говоря о том, что я на этот ютуб потратил уже баксов пятьсот. То камеры, то примочки всякие, то эти магниты, то приспособления, то всякую лабуду, которую надо купить, чтобы вам показать, как и что, хотя они мне сто лет не нужны. Вся эта ерунда. Вот заказываю на экспрессе. Мне притаскивается это все. Потом вам показываю и потом мусорный ящик, потому что оно мне не надо. Так что можете что угодно говорить, но заработка тут нет. Это вот если бы даже если бы в десять раз у меня был бы больший трафик, то есть просмотров в десять раз, все равно вот эта цифра, ну, значит, это было бы ежемесячно. 80 баксов в месяц, не смешите мои ноги. Я зарабатываю значительно больше. И мне никакого интереса нет сидеть целыми днями клепать эти ролики для того, чтобы получить 80-100 баксов за месяц. А что для этого надо? Как минимум в десять раз повысить посещаемость? Мой контент совершенно не тот, чтобы что-то здесь можно было вообще повысить. А для того, чтобы был хоть какой-то интерес, мне настоящий интерес как ютуберу, как блогеру, посещаемость должна повыситься в сто раз. Вот тогда ну да, я мог бы сидеть целыми днями тут что-то клепать вам. Но это невозможно при моем контенте. Он никому не нужен. Всем нужны фейки. и чем больше, тем лучше. Я множество раз говорил, что мне все эти подписки и посещаемость по барабану с точки зрения заинтересованности, так как мой контент не тот, на котором можно заработать. Вот если бы я клепал фейковые БТГ, а не разоблачение и эльтернативную медицину, то таки да, миллионные просмотры и подписки были бы гарантированы. По сравнению с такими отморозками как Тирха, Литвиненко, Горгон, Грек и многих других тупых матричных выродков, я бы показал такие модели, которым бы никто не прикопался и создал бы такой ажиотаж, что хомячье оргазмировало бы как кролики. Но я не в матрице, я против нее. Поэтому матрица, ну или мафия, взяла меня на прицел. Еще вот что хочу сказать. Для тех, кто не догоняет, как это работает, что некая спецура со своим оборудованием меня так достала, кидает версии про некий генератор, который стоит возле моего дома и жарит всех подряд. Ребятки, это уже давно вчерашний день. Местоподобное применяли перестроечное время, когда на толпу митингующих направляли специальный прожектор-излучатель и толпа в истерике разбегалась, куда глаза глядят. Или были истории, когда некий человечек неожиданно сгорал у себя в кабинете или шел просто по улице. Одежда почти целая, он как изнутри сгорел. Я вам расскажу одну историю, которая была непосредственно со мной почти 30 лет назад. Я тогда ушел уже с оборонного завода в начале 90-х, и у меня было свое предприятие по производству некоторых электронных изделий на основе компьютера ZX Spectrum, который я и еще пару ребят клонировали в доперестроечное время. Тогда была мода брать себе на работу как подсобных рабочих пенсионеров. Были даже льготы по этому поводу. Вот у меня было несколько пенсионеров. Один из них оказался бывшим габистом. У нас город в то время вообще ими просто кишил. Как никак пограничный город. Вот он любил хвастаться своей прошлой работой провокатора. То есть его основная работа была создавать провокации. У нас он по привычке тоже было дело на дело. Еле его выгнал потом. Так вот один из его шокирующих рассказов было дело когда у них была некая свече установка которая на сотни метров направленно излучала мощный луч. А произошло одно событие у этих упырей. К разведки заснял некие секретные объекты у нас. Вот эти отморозки решили такую авантюру. Подогнали эту СВЧ установку к одному главному мосту. Через который этот дипломат должен был обязательно проехать. Естественно его вели и переговаривались по рациям. Вот когда этот дипломат заехал на мост они этой установкой засветили прямо в его направлении. А мост этот очень оживленный. куча машин автобусов троллейбусов. Эти уроды посчитали что если не дадут достаточно мощный сигнал то пленка должна засветиться. Естественно что сотни народа на мосту также засветятся они даже думать не хотели. Представляете что потом с этими всеми людьми могло дальше произойти со здоровьем. И вот этот отмороженный пенсионер мне подобным преступлением хвастался еще глаза горели. Были другие истории. Кстати я тогда часто по этому мосту ездил и помню один раз когда поднялись что-то произошло и у меня в глазах потемнело так что я чуть сознание не потерял. У меня тогда вся жизнь пронеслась за секунду и был некий сильнейший страх от которого я отходил несколько часов. Возможно у меня уже тогда мировоззрение поменялось. Так вот для тех кто не догнал как это могло произойти. У спецфоры уже давно совсем другая техника. Я же вам даже на своем примере с посохом показал на эксперименте как можно воздействовать на других без каких бы то ни было контактов. Почитайте комментарии. Причем это далеко не все. Мне много результатов воздействия пишут на других каналах. Там даже больше чем на ютубе написали. И это я еще толком ничего не делал. Вы вспомните Кашпировского, чмака. Вы думаете это просто был такой перестроечный прикол? Я тоже тогда так думал. Но теперь я знаю что это была одна из спецопераций чекистов которые опробовали дистанционные воздействия массовое зомбирование населения через телевизор. Причем очень успешно. А что вы не знали что Касперовский агент КГБ? А вы пошуршите в гугле но только не в Яндексе может и другие фамилии сотрудника в этой категории найдете и не изображайте себя атеистов лучше ответьте на вопрос почему сразу после смерти Ленина ему воздвигли мавзолей и его мощи лежат саркофаги на всеобщее обозрение как любой регулиозной секте еще ответьте на вопрос почему у всех РПЦ служителей со сталинских времен просвечиваются ГБшные погоны уже сто лет существует мощнейшая кровавая большевистская регулиозная секта которая держит вас как стадо под контролем благодаря именно мощному биоэнергетическому воздействию и водит вас как слепых баранов по загону так что теперь не нужно подгонять под дом никаких установок и поджаривать всех и экран монитора и телевизора тоже ни при чем а то пишут некоторые тормоза как это можно на человека воздействовать через пиксели конечно можно было бы рассказать как это происходит но для этого необходимы многие часты иначе просто многие войдут в ступор ладно на сегодня всем пока не поддавайтесь стадному инстинкту сложно представить какими могут быть последствия этого не поддавайтесь Продолжение следует...